Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии» и сегодня поговорим об отдельном выпуске, посвященном черкесскому или адыгскому флагу. 25 апреля черкесы во всем мире отмечают день черкесского флага. Он является наиболее распространенным символом, объединяющим всех адыгов черкесов во всем мире. В сегодняшнем формате он представляет собой, как вам всем известно, зеленое полотно, на котором расположены три звезды скрещенные и 12 звезд золотых. По этому поводу символики и значения этого флага входят разные мнения. Но прежде чем погрузиться в эту тематику, хотелось бы отметить, что сам прообраз этого флага существовал и ранее. Был такой флаг в Кабарде, в отдельно княжеской фамилии похожий. Тоже на зеленом полотне было две скрещенных стрелы и три звезды. Существовал подобный флаг у натухайцев, который был взят русскими войсками при штурме черкесами обинского укрепления 26 мая 1940 года. На нем уже чуть побольше стрел и звезд, но все еще не 12. То есть три скрещенных стрелы, но звезд меньше. Были разные версии, допустим, у каждого субэтноса были разные свои флаги. Допустим, есть знаменитый флаг шапсукского народа, который тоже присутствовал во время боев кавказских. Этот флаг вообще что-то стороннее из себя представлял, как вы видите на этом изображении. Долгое время он находился в Тифлисе и не так давно его перевезли все-таки в Майкоп. Относительно недавно. Что касается самой трактовки именно значения этого флага. Дело в том, что, допустим, если мы говорим о звездах. 12 звезд имеют разные значения, там разные версии. То есть, начиная от древнего адыгского магического символизма числа 12 до более приземленных вещей, как то, например, список 12 субэтносов адыгов. Абадзехи, Беслинеи, Бжедуги-Женеевцы, Кабардинцы, Мамхеги, Махожи, Натухаевцы, Тимиргоевцы, Убыхи, Катукаевцы и Шапсуги. Считается, что вот 12 этих племен были обозначены, якобы по данным Сефербея Зана, который сражался в Кавказской войне и объединял адыгов. С другой стороны, есть еще одна версия, что на самом деле имеется в виду 12 неких округов. То есть, грубо говоря, Сефербей тот же планировал некую некую родную реформу, когда попытались объединить чергейсов. И, естественно, он пример брал из Турции, которая тогда делилась на округа и, соответственно, определил 12 таких округов. Но в этом случае интересный вопрос возникает. Не знаю, насколько это правда или фейк. Действительно, в старых материалах тоже встречается такой формат флага, где, обозначая округа, предполагалось, что Сефербей обозначал один из округов Карачай. То есть, не имелось в виду, что это карачаевские этносы. Но имелось в виду, что сам округ Карачай предполагало, что входит в состав Черкесии и подчиняется, должен подчиняться единой Черкесии, если она будет объединена. Что вызывает ряд вопросов. Кстати, на тот момент, насколько известно, Карачай был покорен уже русскими войсками. Какая из этих версий, точно на сегодняшний день сказать сложно, потому что какой-то такой точной информации даже о символизме этого флага у нас нет. Есть просто информация о его происхождении и как он, в общем-то, появился в Черкесии. Причем, мы должны понимать, что флаг этот появился довольно поздно, уже на исходе Кавказской войны в последние десятилетия. Так что, получается, по сути своей участвовал только в самых последних сражениях, а ранее так не фигурировал ярко. По поводу стрел. Как правило, говорят, что стрелы символизируют три главных княжеских рода. Это, получается, вероятно, речь идет о тимиргоевцах, бжедугах и кабардинцах. Ну или бесслинейцев, возможно. Тут сложно. Так вот расширено, а то четыре получается. Другая версия гласит, что три стрелы являются символом единства и мира. В мирное время черкесы, принадлежавшие к военному сословию элитному, обычно носили с собой именно три стрелы в колчане. Стрелы, направленные наконечником вверх, которые означали собой мир, а перекричневые стрелы единения. При этом эта версия исходит к нардскому эпосу с истории о небесном кузнеце Тлепшем, покровителе кузнечного ремесла, с этой историей, связанной именно с Тлепшем. По поводу цвета тоже входят разные разночтения. Одни говорят, что это цвет ислама, естественно, зеленый. Некоторые считают, что зеленый, он являлся символом весны, возрождения, в доисламские времена еще. То есть, тут судить о том, что имелось ввиду при составлении этого флага довольно сложно. Что касается самой версии происхождения флага. Считается, что он был изготовлен в Великобритании и привезен в 1934 году по одной из версий. В 1834 году в Западную Черкесию шотландским дипломатом, писателем Дэвидом Урквартом, который был секретарем британского посольства в Стамбуле и очень плотно общался с тем же Севербеем Заном. Вообще, я очень часто на собрание черкесский приезжал. В рамках такой миссии по поддержке горцев против власти властям Российской империи. Якобы, видя то выступление определенных русских войск в глубину Черкесии, он там возмутился и пытался через политические круги повлиять на признание независимости Черкесии. В 1936 году в суджу Калевна в российский была отправлена шхуна Виксен с контрабандным грузом оружия. И корабль этот был арестован военным ригом. Команда выслана в Стамбул. И именно эта провокация поставила вопрос о законности пребывания Черкесии в России. Из-за чего вроде бы как и работа пошла по изготовлению флага, подготовку конституции и прочих вещей. С другой стороны, по версии английского путешественника Спенсера, про путешествие в Черкесию, которое в 1938 году вышло, этот флаг был изготовлен в Турции. И какой-то очень элитной аристократкой черкесского происхождения, которая сама лично его вышла. Но по фактизу именно вот этого Дэвида Уркварта. На самом деле, более логичной является версия о том, что все-таки приложил руку к созданию этого знамени Сифербей Зан. Возможно, через вот этих всех лиц. А уже позже, как бы вот такая пропаганда антианглийская, она приписала это Дэвиду Уркварту. Считается, что флаг был впервые доставлен в долину реки Шерегеш, тогда это современный Сочи назывался так, британским агентом Джеймсом Беллом в 37-40-х годах, по одной из версий. Но не в пользу Уркварта, говорит письмо, была такая переписка, внутренняя дипломатическая переписка российского посольства в Стамбуле. И вот российский посол на вопрос о флаге, который появился внезапно среди черкесов, отвечал так, что недавно узнал, что господин Уркварт дошел до того, что придумал с большой экзальтацией как бы национальный флаг черкесов и хвастался этим так открыто, что Порта, то есть Османская империя, была вынуждена запросить об этом даже британское посольство. Последний, заручившись распоряжением посла, опроверг это смешное хвастовство, дав понять, что его шеф очень далек от одобрения повадок и поведения секретаря своего посольства. То есть мы видим о том, что, скорее всего, все-таки Сифербейзан, как активный участник именно продвигающий независимость и объединение Черкесии в одно какое-то государство, скорее всего, по его инициативе именно был это создан флаг, вероятно, действительно, в Турцию он вышелся каким-то из представителей черкесов, тоже черкешенко известный, и был передан в Черкесию. А уже, как бы, англичанам это просто переписали в виде такого вот коварного умысла. Спенсер писал, что, когда привезли этот флаг, некий мужественный воин Херсис Султан развернул великолепное национальное знамя, которое он получил из Стамбула, вышитое прекрасными руками черкесской княжны. При виде этого столь ожидаемого национального флага, тысячи клинков заметнулись вверх в воздух, и единый несмолкаемый воздух был с восторгой и сторгся из души этой массы. Таким образом, этот флаг появился, стал использоваться в дальнейшем военных действиях, в Кавказской войне, но так получилось, что после Кавказской войны он попал, в общем-то, под запрет, это знамя попало под запрет в Российской империи, и почти больше, чем сто лет считался он утраченным полностью, этот флаг. Пока в конце 80-х годов не было обнаружено в книге «Петешествия Спенсера» зарисовка этого флага, и в конце 80-х годов уже 20-го века, на исходе Советского Союза, впервые тогда этот черкесский флаг был восстановлен, насколько я знаю, впервые в Кабарде, и его представили широкие публики на учредительном съезде АДГХС Республики Адыгея, где его, в общем-то, и утвердили, и он стал сегодняшним национальным флагом Республики Адыгея. Такая история этого флага, такие все его версии. Обсуждайте, комментируйте, делитесь с друзьями, ставьте лайки, и до новых встреч. Пока.